Геннадий Водовоз, как Вы позитивались для нового сезона, с какими заданиями, с какой командой, «Ирбис», «Старлайф»? Да, мы начинали как «Ирбис», теперь мы играем под маркой баскетбольного клуба «Старлайф». Это команда, будем говорить так, дублеров баскетбольного клуба «Старлайф», которая играет в первой лиге фейбол. В этом году начинает стартовать. Несколько человек из наших детей будет играть там, они уже проходили предсезонный сбор, когда был Спиридонов Денис, который будет играть у нас. В общем, пока так. Мы готовимся к чемпионату Украины в ЮБЛ 2001 года рождения, мальчики. Задача стоит выйти из группы, в принципе, задача нам под силу. Играют в нашей подгруппе пять команд. Ровно, Тернополь, Франковск, Калуш и мы. Первый тур с 5 по 8 октября в городе Ровно. Команда выезжает, я думаю, что практически в полном составе. То есть у нас есть пару травмированных, которые, я так думаю, что восстановятся уже ко второму, к третьему туру. Но, в принципе, то есть настрой боевой. Мы прошли сбор 21 день в Хмельницкой области, отработали. Сейчас работаем в зале. В одном, в 22-й школе, и во втором, в 28-й. И раз в неделю мы готовимся к играм, играя против студентов ЧНУ. Кто из ваших приглянулся первой команде? Приглянулся Белоусов Альберт. То есть парень достаточно перспективный, ростовой. Приглянулся Родомский Александр. Он молодой, 2002 года, 9-й класс, 10-й класс. То есть у него еще следующий год в ЮБЛ у него еще впереди. Цуркан Никита, он отыграл первый сезон уже с командой, которая участвовала в ЮБЛ. И вот сейчас будет у нас основным первым номером на этих соревнованиях. То есть вот это три человека, которые и есть молодая Порсоль, которые пришли, то есть еще не тренируясь год, они уже побывали на сборах со сборной Украины. Это Игнатюк Иван и Нестеренко Максим. Ну вы параллельно следите, напомню, же долю Артура Штахана? Мы с ним постоянно списываемся, постоянно созваниваемся, где-то там советуемся, где-то мы друг другу как бы там помогаем какой-то информацией. Он сейчас заявлен уже за команду высшей лиги «Химик-2». Один турнир отыграл в Одессе и отыграл товарищескую игру с командой Николаева «Ника Баскет». Ну то есть как бы потихонечку входит, вливается уже в состав профессиональной команды, будем так говорить. То есть там, где играют ребята. У них молодая команда высшей лиги, но при этом профессиональном, то есть как бы они дают бой очень многим именитым командам. Тесные условия, все-таки. Мы преречены працювать только на другие команды? Чи есть какое-то светлое в конце тоннеля, что в Черницяк может быть серьезно? Ну, будем говорить так. Я надеюсь, как бы вот этот вот первый шажочек команды «Старлайф», которая будет играть в первой лиге. И надеюсь, что наши игроки будут пополнять эту команду. То есть игроки дубля, так называемого дубля, то есть это в принципе так и есть. Условия, конечно, будем говорить так, не ахти. Потому что, ну это уже взрослый возраст, старший возраст. И я так думаю, что никто из команд, с которыми мы встречаемся на ВВЛ, в таких условиях даже не то что не работает и не хочет работать. У нас просто мы, ну будем говорить так, то есть есть как бы объективные причины, есть субъективные причины, почему мы работаем именно в таких условиях. Ну, то есть другого выхода нет, надо играть. Потому что надо подтягивать малышей, которые у нас есть уже там 2005 год, там у тренеров, там у Прохницких, у меня есть 2006-2007, у Чехимского есть, у Тани Рыжко в 16-й школе. То есть как бы поэтому, то есть дети должны смотреть не только на взрослых, которые играют в первой лиге, дети должны смотреть на команду, которая, школьников, которая играет и является, как бы, ну, будем говорить так, каким-то определенным идеалом для того, чтобы в нее попасть. У вас другая школа долгий час была такой баскетбольной, можно сказать, да, теперь, в принципе, трошки таки разница, что акцент почти сместился, хотя, небо, відчуваются какие-то бажания и знову бути баскетбольной, але, не знаю, какого-то единоборства тут. Ну, насколько я знаю, то есть я с 92-го года, как бы, эта школа была базовой баскетбольной для всего города. То есть у нас таких школ было раз-два и обчелся, то есть была шестая школа, была 27-я и 22-я, то есть акцент сместился, будем говорить так, из центра. Раньше была первая-пятая школа, как бы, больше баскетбольной, там, пятая гимназия. Сейчас, как бы, вот такое. Да, то есть, как бы, вот для нас стало таким сюрпризом, неожиданным, то, что немножко сместились акценты, и мы сейчас, будем говорить так, вместо того, чтобы полноценно работать два часа в зале именно баскетболом, потому что физподготовку мы подогнали на сборах, нам приходится, то есть еще час работать с отягощениями и физподготовкой, чтобы не терять, просто будем говорить, темп тренировочный, и, соответственно, то есть работать потом уже час вот в зале, который есть. Ну и два часа мы тренируемся в зале 28-й школы, которую нам любезно предоставила 28-я школа. Можете один статус баскетбольным местом? Думаю, что да, то есть когда-то же были, то есть у нас были хорошие игроки, у нас были игроки, которые попадали в команды школьников Союза, то есть Илья Хаймович Ходж, допустим, да, у нас был Мирчик Кожелянка, у нас были достаточно неплохие и тренера, и сюда приезжали очень именитые команды и тренера, я, будучи работая в Днепропетровске, очень много разговаривал за свой опыт, должен тренером Советского Союза Майзлиным, и он тоже, кстати, приезжал сюда, еще играл против команды моего покойного отца, то есть он приезжал сюда на чемпионат Украины. Были здесь чемпионаты Союза по вооруженных силам, ну, очень много, в принципе, соревнований было достаточно много, тут были чемпионаты Украины среди тогда еще техникумов, не колледжей, и наш строительный техникум, кстати, показал очень достойный результат, они, по-моему, вбали в четверку на Украине. То есть я считаю, что есть все предпосылки, единственное, конечно, не хватает зала, будем говорить так, мало того, то есть те залы, которые используются, ну, для игровых зала, они используются, ну, часто не по назначению, то есть, ну, там, на сопутствующие виды спорта, то есть там карате, тэквондо, там, панкратион, и, соответственно, то есть те дети, которые могут заниматься баскетболом, приходится где-то ютиться, мне очень тяжело в этом отношении, как бы, работать. Ну, вот, уже, будем говорить так, открылось отделение в областной школе, где я работаю тренером, вот эта команда сейчас, которая есть, она уже перешла под подчинение областной спортивной школы, и еще одна у меня группа малышей, которая в 28-й школе, они тоже участвуют уже под этой областной, но пока на данный момент мы работаем на базах, которые сами для себя, то есть, нашли, то есть, 22-я школа любезно предоставлена, 28-я, ну, я же говорю, и педколледж, в котором мы каждую неделю сражаемся со студентами. Успехи, успешного сезона. Спасибо большое, будем надеяться и будем радовать вас своей игрой. Спасибо.